Вкуснейшие пряники, красивейшие самовары, искусные оружейники. Всем этим славится Тула. Город-герой, город героев. В октябре 41-го все жители от мала до велика столкнулись с фашизмом и встали на защиту города. Тулики сражались долгих 45 дней. Такого натиска нацисты не ожидали. Планировали взять город за 2-3 дня, но не тут-то было. Стирая руки в кровь, старики, дети, женщины рыли противотанковые окопы. Тула превратилась в неприступную крепость. История доказывает, что как бы не хотели уничтожить Россию, кто бы не хотел это сделать, а это делается уже давным-давно, постоянно победить Россию невозможно. Потому что такой силы духа, как у советского народа, теперь народа Российской Федерации, нет и не будет, наверное, нигде. Поклониться великому подвигу Тулы приехала делегация из Одинцовского округа. В рамках патриотической эстафеты «Салют Победы» в образовательных и культурных учреждениях нашего округа весь год изучали историю этого города-героя. Мы каждый год выбираем один город-герой. И вот мы в своем округе, где находятся более 150 образовательных организаций, также университетом ГИМО, филиала туризма, главный федеральный вуз пограничников Голицына. И вот мы изучаем целый год город Тулу, его героев. У Вечного огня на площади Победы участники эстафеты из Одинцовского округа вместе с представителями администрации и общественными организациями Тулы возложили цветы, почтили память павших воинов в минуты молчания. После посетили места воинской славы, главные достопримечательности города. Тульский Кремль был построен в 16 веке. Во время Великой Отечественной войны он стал одним из центров подготовки защитников города. Здесь формировались партизанские отряды, истребительные батальоны и тульский рабочий полк. Несмотря на эвакуацию всех предприятий на восток, жители, большинство из которых были детьми, смогли наладить выпуск автоматов, минометов, артиллерийских орудий, ремонтировали танки. Тулу осталось непокоренной. В честь этого подвига для жителей города молодежный театр «Крылья» подготовил концерт. Патриотические песни пели стоя, хором, со слезами на глазах. Очень трогательно, до слез до сих пор глаза на мокром месте, но вообще сильно. Огромное спасибо, до слез. Нужно побольше молодежи сюда привлекать. Концерт просто восхитительный, я восторгла. Молодежь, красивые, стройные, поют здорово, а пляшут еще лучше. Подробнее о том, как проходила поездка в город Герой Тулу, в рамках эстафеты «Салют Победе» смотрите в нашем специальном репортаже. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова